Здравствуйте! В эфире программа «Страна Росатом». Этот выпуск начнем с событий из атомного города Обнинска Калужской области, в котором на прошедшей неделе прошли события, важные не только для атомной отрасли, но и для всей страны. Центральным событием в этот день стал Всероссийский форум научной молодежи «Мир. Молодежь. Инновации. Развитие». На него съехались 200 молодых ученых и специалистов, вовлеченных в научно-практическую деятельность. Это первый подобный форум, и теперь он будет ежегодным, ведь следующие 10 лет в России объявлены десятилетием науки и технологий. В этот раз научная молодежь страны обсуждала то, как развивать российскую науку и технологии в новых условиях. Необходимо улучшать программы стажировок, предлагать рабочие места молодым специалистам. То есть основной упор как раз таки, как помочь в коммуникации между вузами и корпорациями. Вопросы, которые лично мне очень понравились, которые мы очень детально изучали, это, к примеру, формирование специальных льгот для людей, которые тем или иным способом связаны с науком. Формирование специальной научной зоны. Формирование недели просвещения. В атомной отрасли, куда бы ты ни пошел, есть возможность развить свою карьеру в том направлении, которое тебе интересно. Для этого есть все возможности. Главное, соответствующее образование, желание, упорство. И все будет. В этот же день в Обнинске прошел форум городов с высоким научно-технологическим потенциалом. Там искали решение, как с помощью высоких технологий сделать жизнь лучше и комфортнее. Если мы хотим обеспечивать технологический суверенитет, то мы должны обеспечить соответствующее качество человеческого капитала. А только тогда такое качество человеческого капитала будет в Наукоградах, когда Наукограды будут привлекательны для жизни, когда сюда будут приезжать лучшие специалисты не только в стране, но и в мире. В лесном был выделен ряд целевых аудиторий, на которые необходимо именно как раз развитие дополнительных сервисов, чтобы сделать город более комфортным. Мы представляли и сервисы в рамках развития, социально-экономического развития города, так и в рамках городской комфортной среды, человеческого потенциала. И в завершении нашего путешествия в Обнинск расскажем о других событиях, которые также прошли там на прошедшей неделе. 26 июня отметили День мирного атома. В Обнинске его празднуют ежегодно. Он посвящен пуску первой в мире атомной электростанции Обнинской АЭС. Именно в этот день, в 1954 году, был подан первый пар на турбину. Турбогенератор работает на полную мощность 5000 киловатт. А начались праздничные события с Дня открытых дверей в Институте атомной энергетики МИФИ. Гости смогли познакомиться с работой ресурсного центра и лабораториям по проведению практик российских и иностранных студентов. В Обнинском филиале учатся молодежь из Египта, Иордании, ЮАР и других стран. Это один из самых лучших университетов в мире. И она номер два в России в общих. И она ядерная номер один. Очень большие знания, очень были сложные, но когда закончили, все уже легко. В Обнинске открыли первую в России аллею атомных городов. На ней установили гранитные звезды всех 26 городов, где расположены основные предприятия госкорпорации «Росатом». А вечером в этот же день на главной площади Обнинском прошел праздничный концерт. Поздравить жителей приехали музыканты проекта «10 песен атомных городов». В формате народного караоке спели любимые и известные всеми музыкальные композиции. «Росатом» самолета о чем-то поет «Зеленое море тайги». Перейдем к другим темам выпуска. «Росатом» продолжает чистить страну. Ликвидировать ядерное наследие СССР помогает в том числе современная техника. На площадке ангарского электролизного химкомбината запущена установка по сортировке автоматическому анализу радиационно загрязненных грунтов. Установкой «Фремис» можно управлять как с мобильного устройства, так и с диспетчерского пункта. Здесь происходит разделение грунтов на три категории по степени радиационного загрязнения. На выходе потребитель получает три потока. Первый – чистый. Второй – условно чистый. Его удельная активность не превышает предельных значений. Такой материал можно использовать для отсыпки дорог и котлованов. А третий – поток грязный. Этот грунт упакуют, подготовят документы и передадут на хранение национальному оператору по обращению с радиоактивными отходами. «Это позволит нам нарастить темпы по выводу из эксплуатации объектов ядерного наследия на площадке ангарского электролизно-химического комбината». По предварительным подсчетам, благодаря сортировке, объем грунта, отнесенного к радиоактивным отходам на АЭХК, снизится в пять раз. Не исключено, что по факту отходов будет еще меньше. Производительность этой установки составляет 10 тонн в час. Всего на АЭХК предстоит переработать 85 тысяч тонн грунтов. И таким образом работы хватит на 5-8 лет. Дмитрий Гробовский. Специально для программы «Страна Росатом». Из Иркутской области давайте отправимся сразу в Подмосковье на наш завод «Элимаш». В цехе производства тонкостенных труб для нужд атомной отрасли запланирована глубокая модернизация и увеличение штата. Подробности далее. Такие тонкостенные трубы вы не найдете в свободной продаже. Это эксклюзив. Производство в подмосковной электростале работает только под заказ и исключительно для объектов специального назначения. Номенклатура обширная. Цехом подмосковного машиностроительного завода на сегодняшний день освоено более 360 номинований изделий. Цех динамично развивается. Приобретено современное высококлассное оборудование. Помимо машиностроительного завода мы обеспечиваем в небольшой номенклатуре трубные продукции специального назначения. Концерны «Роскосмос», «Росавиация». Технологии не стоят на месте. Развитие продолжается. В цехе, как и во всем предприятии, ведутся непрерывные усовершенствования. В ближайшие годы нас ждет кратный рост производственной программы. Для ее выполнения мы продолжим модернизацию наших мощностей. Сегодня коллектив атомщиков ждет в своей ряды пополнения. Вальцовщиков, дефектоскопистов, провильщиков, сортировщиков. Ирина Жукова, Роман Бородинцев, Алексей Малышев. Специально для программы «Страна Росатом». Сборная «Росатома» приняла участие в финале конкурса армейских международных игр «Аварийный район». Внимание! Марш! Соревнования по полевой выучке традиционно проходят среди аварийно-спасательных формирований. В этом году на военном полигоне встретились 8 команд. Это профильные подразделения Минобороны, МЧС, Росатома и Союза спасателей. На протяжении недели участникам необходимо было продемонстрировать свои навыки. Например, эвакуация пострадавших, поисковые работы или преодоление огненно-штурмовой полосы. По итогам соревнований команда «Росатома» заняла третье место. Вперед пропустили бойцов Северного флота и коллег из 12-го главного управления Минобороны, отвечающих за ядерно-техническое обеспечение и безопасность нашей страны. «Росатом» приступил к строительству восьмой по счету ветроэлектростанции – Кузьминской. Новый ветропарк расположится на территории Ставропольского края. Здесь будут установлены 64 ветроэнергетические установки мощностью 2,5 мегаватт каждая. О других событиях «Росатома» мы расскажем в нашем кратком видеообзоре. На втором энергоблоке, строящейся в Бангладеш, Айс-Рупур, завершен монтаж системы аварийного охлаждения активной зоны реактора. Во время эксплуатации эти изделия заполнят борной кислотой и будут отвечать за предотвращение повреждения твелов и расплава топлива при нештатных ситуациях. Объем каждой из четырех емкостей – 60 кубометров. Это примерно 20 цистерн пожарных машин. «Росатом» провел в Бангладеш студенческую олимпиаду по математике, физике и химии. В ней приняли участие более тысячи студентов из региона сооружения Айс-Рупур. Итоги оценивала комиссия из местных и российских преподавателей. Победители олимпиады наградили памятными призами. Саровский филиал МГУ продолжает прием документов в аспирантуру и магистратуру. ВУЗ готовит специалистов для Национального центра физики и математики, а также предприятий госкорпорации «Росатом». Документы принимаются до 20 июля на специальном сайте. Объявлены тройки финалистов по всем номинациям отраслевой программы признания «Человек года Росатома-2021». Конкурс традиционно проводят в качестве поощрения лучших работников предприятий и организаций госкорпорации. Ознакомиться со списком финалистов подробнее можно на сайте Корпоративной академии «Росатома». В Санкт-Петербурге на площадке НИЭФА прошла отгрузка электротехнического оборудования для международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР. Во Францию отправлен ТК-провод, который во время эксплуатации будет подавать ток для электропитания и защиты сверхпроводящей магнитной системы самого реактора. Подобного не было нигде в мире. Это разработка наша, НИЭФовская, и мы ее сами изготавливаем. Я считаю, что здесь больше доверия передовым технологиям нашим по разработкам, потому что это в первую очередь разработка, поэтому это НИИ и изготавливает на своей производственной площадке. Кстати, это уже вторая крупная отгрузка из 10 запланированных на этот год. Напомним, пуск реактора запланирован на 2025-й. На нашем предприятии ГиритМед в Москве открывается новый производственный участок для получения солей и высокочистых соединений. Их используют в научно-исследовательской деятельности о металлургии и электронике. Ранее эти химические реактивы закупали за рубежом, теперь потребности России обеспечат Росатом. Кстати, институту ГиритМед в связи с 90-летием образования присвоено имя выдающегося советского ученого, металлурга, академика Николая Петровича Сажина. Он был научным руководителем ГиритМеда на протяжении почти 30 лет, и его по праву считают одним из основателей школы материаловедения. В Озерске у знаменитого на всю атомную отрасль кенгуру по кличке Плутоша появилась подружка. Если самца назвали в честь Плутония, самки, жители атомного города, дали имя в честь первого промышленного оружейного ядерного реактора Аннушка. У кенгуренка Плутоша из Озерска теперь есть подружка. Самочка-кенгуру сменила прописку зоопарка Екатеринбурга на закрытый город Росатома. Гулять они очень любят, заходить обратно не очень любят. Вот эта летняя терраса теперь любимое место Плутоши и Аннушки. Здесь они могут проводить по много часов за поеданием печеньки и прочих вкусностей. Говорят, обратно в вольер загнать их, ох, как непросто. Кстати, к уральской погоде кенгурята оказались готовы. Плутоша тем более. В Озерске он живет уже три года. Но и Аннушка не боится ни жары, ни снега. Порода позволяет. Австралия – это страна большая, там не везде жарко. Это обитатели юга Австралии, то есть близко к Антарктиде. Там зимой снег вообще. В Касмане там зимой снег выпадает. Не хуже, чем в Австралии, у кенгурят и еда. Больше всего Плутоша любит ягоды, а Аннушка, как истинная леди, цветы. Правда, их она жует. Хризантемы свежие. В общем, очень много кормовой базы такой, которая в зоопарках даже не встречается. Все эти вкусняшки произрастают в наших теплицах. У нас кормовая база просто замечательная. Земляника круглый год ремонтантная. Вот, видите, взял меня за ручку. Земляника ремонтантная. Бананы. У нас растут банан райский. Бамбук. Каждый день им дым. Совсем скоро для новобрачных расширят вольер. В этом помогут шефы, работники производственного объединения «Маяк». И в завершении выпуска продолжается прием заявок на Всероссийский творческий конкурс «Пейзажи атомного края». Принять участие могут все жители атомных городов сразу в двух номинациях. Первая – «Наш атомный край», где вы делитесь фотографиями достопримечательностей, природы, улиц города и других видов, отражающих уникальность летнего города. И вторая номинация – «Мы творим историю», где фотографии должны быть посвящены различным городским летним мероприятиям. Отправить свою работу можно до 31 июля. Победители ждут призы. Подробности и условия конкурса на сайте гражданиндефисросатом.ру На этом с новостями все. А далее в программе рубрика «Лица Росатома». И наш следующий герой – эксперт группы геодезических работ «Курс КАЭС-2» Роман Михайлов. Эффективность. Единая команда. Уважение. Ответственность за результат. Безопасность. Наш шаг впереди. Ценности «Росатома». Это Курская АЭС-2. А это люди, без которых невозможно проложить дорогу, пробурить шахту или построить здание. Они – глаза и совесть стройки, потому что следят за тем, насколько возведенный объект соответствует проекту. Соблюдаются ли нормы и правила строительства? Отвечает ли оно требованиям безопасности? Наш герой – один из них. Я Михайлов Роман, эксперт группы геодезических работ отдела строительного контроля управления капитального строительства «Курс КАЭС-2». Роман Михайлов родом из Калининграда. Там он закончил городостроительный колледж и технический университет по специальности промышленное и гражданское строительство. В геодезии он уже 17 лет, половина из которых выпало на возведение объектов атомной отрасли. Ну вот эта вообще стройка, она как бы мне очень понравилась, потому что мы здесь с подготовительного периода. Здесь мы строили все. И два моста железнодорожные, автомобильные, дороги, железные дороги. Был интересный опыт гидронамыва. Мы занимались расчетами объемов, считали, сколько кубов было засыпано. Плюс, да, на зданиях это как бы уникальные сооружения, градирный, реактор. На реакторе вообще там тысячи закладных деталей разных. Очень интересно, поэтому, в принципе, скучно не бывает. Так, Роман, расскажите, чтобы построить, например, градирную, и чтобы проверить, правильно ли ее построили, тоже надо от чего-то, от каких-то координат отталкиваться. Вот расскажите, как это все происходит. Да, все верно. Сначала создается внешняя разбивочная сеть здания. Впоследствии, после того, как возводятся конструкции, куда это плита или другие конструктивы, создается, так называемая, внутренняя геодезическая разбивочная основа. В данном случае по периметру башни наклеено множество, так называемых, геодезических знаков. Когда мы начинаем работать, я пришел, установил инструмент, мне надо его сориентировать. Вот как раз ориентирование происходит по этим самым маркам. Дальше я уже могу производить измерение того или иного конструктива, и уже прибор мне будет показывать данные точные по этим элементам. В данном случае здесь, если говорить о башне, основной контролируемый параметр – это радиус, конечно же. Допустимое отклонение по радиусу тут у нас допускается до 5 сантиметров. А у самой башни какой радиус? Ну, если внизу, сейчас я точно не скажу, наверное, 75 метров, то вверх мы сужаемся, наверное, до 50. Еще одним контролируемым параметром самой высокой в России градирни является толщина ее оболочки. Внизу она достигает 60 сантиметров, но чем выше, тем стенка становится тоньше. И на каждом ярусе эта величина ни в коем случае не должна быть меньше, чем положено. Был случай, там лифтом не было возможности воспользоваться, а необходимо было сделать промеры. И вот такой вот лестнице пришлось лезть на самый верх до 122-й отметки. Сколько вы поднимались и стоило ли это того? Ну, я спортом занимаюсь, я быстро залез, наверное, минут 11. Задача не из простых. Если бы мы не замерили, то, соответственно, строительные кураторы не дали бы разрешения на установку последующих ярусов опалубки и, соответственно, заливку следующего яруса бетона. Ну и подождать денек, когда лифт поедет тоже, наверное, будет нельзя. Стройку нельзя. Все должно быть в срок. Соблюдение сроков напрямую зависит от точности измерений. Это наш герой понял еще в первые годы своей работы. Ну, ошибки были, когда тоже работали у подрядчиков. Там, не дай бог, опалубку, там где-то ошибешься, выставишь опалубку неправильно. От бригады мужиков наслушаешься такого, что больше не захочется ошибаться. Ну, и уже переделать все надо будет, разобрать. Поэтому такие моменты еще со времен практики искоренялись. С тех самых пор перепроверка полученных данных и решение геодезических задач минимум двумя способами вошли у Романа Михайлова в привычку. Терпеливо и тщательно он проводит каждое измерение, уделяя внимание даже температуре воздуха. Вот я пришел, инструмент поставил, я должен вбить температуру окружающей среды. Потому что даже на прохождение лазерного луча при определении расстояний, он при одной температуре этот луч проходит за одно количество времени, при другой температуре он может отличаться. Ну, понятно, что это какие-то доли миллиметра в целом, но я считаю, что если есть возможность добиться более точных результатов, ей надо пользоваться. Самое главное, к стройке, особенно к атомной, надо относиться по-хозяйски. То есть ее надо производить работы, как строишь для себя. Вот тогда будет получаться все. Потому что мы здесь не гаражи строим, здесь ошибаться нельзя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!